Курганская область. Пожалуй, самое известное место в России по количеству популяции сибирской косули. Российские охотники, а также охотники из-за границы, приезжают сюда поохотиться на знаменитую сибирскую косулю. Их привлекает уникальная природа Курганского края, а также большое количество охотничьих ресурсов. Но наряду с этим существует и большая проблема, с которой сталкиваются, пожалуй, все охотничьи хозяйства России. И эта проблема – браконьерство. Что это такое и как с ним бороться, мы решили выяснить в этом репортаже. Проблема браконьерства, она, конечно, проблема одна из самых остро стоящих на нашей повестке, то есть на повестке охотпользователей. Много, конечно, и других проблем, но на фоне этой проблемы, я считаю, все другие, они отходят на второй план меркнуть. Ну, естественно, что не все уж совсем плохо. Мы проявляем и испытываем большие надежды на помощь различных структур, которые участвуют в этой совместной борьбе. Это, ну, в первую очередь, конечно, департамент природопользования, отдел надзора. Это и другие силовые структуры, в том числе и дорожно-патрульная служба, и отдельные подразделения, там, Росгвардии. Вот, как раз совместная вот эта работа, результаты совместной работы, они дают определенный оптимизм, поселяют, потому что, ну, результаты есть. На одном из рейдов по борьбе с браконьерством нам удалось побывать. Перед выездом в угодье сотрудники департамента тщательно согласовывают свои действия. На сегодняшний день в Курганской области существует проблема с браконьерством. Мы, как частный охот-пользователи, пытаемся бороться с этой проблемой. С всеми средствами, которые насилами, совместно с сотрудниками департамента природных ресурсов. Проблема очень серьезная, важная. То есть, популяция косули в Курганской области одна из самых наивысших в России во всем мире. Ну, соответственно, от этого и возникают проблемы. Браконьеры решили, что это ресурс, доступный всем и даже незаконным путем. Что же происходит и какая деятельность ведется в этом направлении, нам рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Наше управление постоянно проводит работу по борьбе с браконьерством. В связи с этим, в нашей области значительно увеличилась численность охотничьих ресурсов по сравнению с предыдущими годами. По итогам 2018 года было проведено более 3000 надзорно-редных мероприятий по охране животного мира. В результате чего было выявлено более 600 административных материалов. Возбуждено более 200 уголовных дел. В 2017 году у нас косули было 117 тысяч. В 2018 году уже 138 тысяч косули. На постоянную сформироваться группы, надзорные рядах мероприятий мы совместно работаем с сотрудниками Росгвардии, сотрудниками ГАИ, так как у нас с ними заключены соглашения о взаимодействии, о помощи. Несмотря на все сложности, проводимые нами работаем, борьба с браконьерством будет продолжена. В заключении хотелось бы пожелать всем охотникам соблюдение законодательства в сфере охоты и всем ни пуха, ни пера на охотничьей трепе. Наше управление постоянно проводит работу с браконьерством. Нет, неправильно. Я думаю, что нет. Да ладно, проехай. Ну пусть, пусть. Давай вот так. Ну мы, как бы, блин, как бы, как бы, мы с ней справа. Да, мы с ней справа. Хорошо, только давай сначала теперь все это скажи. У нас в глаза просто светит, как будто у следователя сидишь. Расскажи мне. В связи, ну, все, ладно, этот субъект оставишь вот этот, ладно. Несмотря на ужесточение природоохранного законодательства, проблема... Браконьерство. Подожди, я... Не пугают ни штрафа, ни ничего-либо. Но мы... Нет. Давай, короткие предложения. Давай, прям вот так. Можно сейчас попробовать, будет единым текстом еще. Стремятся к улучшению природных ресурсов и улучшению... Несмотря на все сложно... Несмотря на... Блин. Ладно, вырежешь это. Несмотря на все сложности работы... И всем ни пуха, ни пера на охотничьей трепе. Сочинение. Фигово сочинение, когда не знаешь, что... Давай вот здесь напишу.